Тут возле Барадок. Сегодня я хочу рассказать о скульптуре по имени Михаила Колодко. Он родился в Украине, в Ужгороде, в 78-м, и где-то с 2010-го он начал творить вот эти свои миниатюры из бронзы, которые потом прячутся по городу, и собственно речь моя пойдет об этих работах, а точнее о тех, которые я нашел в столице Венгрии в Будапеште. В этом городе Михаил живет года с 2017-го, хотя работы его прижились тут и раньше. Найти эти скульптуры тот еще квест, и самое первое, пожалуй, памятник Ференцу Листу встречает нас в аэропорту имени этого Листа. Венгерский композитор сидит на чемодане, рядом с ним самолетик из, наверное, нотного листа. Честно говоря, я не знаю, в каком порядке все это рассказывать, поэтому начну с тех работ, которых с нами уже нет. Например, фигурка Лиза Симпсон была установлена в августе 2019-го года рядом с трамвайной остановкой, и уже в конце января 2020-го года ее свистнули. На сувенир, наверное. Также на известном историческом здании бывшей Будапештской фондовой биржи была установлена фигурка актера по имени Дьюла Водруги. Мне он известен, например, как человек, который озвучил роль летучего мыша в мультфильме «Ловушка для кошек». Венграм он известен как человек, который озвучил динозавра по имени Щу-Щу. Его тоже с нами уже нет. Также в свое время уничтожена была вот эта шапочка. Шапка на подушке, прямо как корона на подушке, была установлена на площади свободы. Здесь находится памятник советским солдатам-освободителям и посольство США. По задумке художника, тут должна была быть установлена еще вторая скульптура, шлем американского футболиста, также на подушечке, но реальность несла свои коррективы. Буквально спустя неделю после установки именно шапки-ушанки, ее член парламента Эрик Фюлёп срубил топором просто и выкинул в Дунай. Свой поступок депутат мотивировал тем, что фигура оскорбляет венгельский народ, хотя народ оскорблял скорее поступок депутата. И поэтому через некоторое время на том же самом месте, где стояла подушечка с шапочкой, появилась подушечка с топориком. Вот типа тем самым топориком, которым депутат срубал оригинальную скульптуру. И мне очень нравится, что за многими работами колодка стоит какая-нибудь доистория. Вот, например, эта собачка из шариков. Она, безусловно, отсылает к другой собачке из шариков очень известной собачке художника-скульптора по имени Джефф Кунс. И работа колодка называется Либидо, потому что если присмотреться, можно увидеть, что косточка, на которую смотрит собачка, она заканчивается не просто шариком, а именно женскими сиськами. Если собачка отсылает к самому Кунсу, то косточка, видимо, отсылает к жене Кунса по имени Илона Шталлер, которая известна нам, скорее всего, по имени Чичелина. Довольно-таки известная актриса фильмов для взрослых и депутатка парламента. Возможно, это даже отсылает, я просто не помню, в каком году была установлена скульптура к тому, что где-то в десятых годах Чичелина увеличила себе грудь. Я не знаю. Я, безусловно, не мог пройти мимо этой крысы, которая, опять-таки, сразу две отсылки. Во-первых, сама по себе крыса – это явно считываемый референс на работу Бэнкси. А во-вторых, эта бронзовая крыска пишет своим баллончиком слово «Лечо». Все мы знаем, да, наверное, что лечо – это такое блюдо из овощей. Кроме того, лечо – это просто-напросто рататуй. Именно под таким названием мультфильм «Рататуй» он шел в Венгрии. И, соответственно, тут, во-первых, крыса Бэнкси, а во-вторых, крыса Рэми из фильма «Рататуй». Двигаемся дальше. Тут небольшая ремарочка, преамбула. Была такая историческая фигура по имени Франц Иосиф Первый. Это император Австро-Венгерской империи. Собственно, на венгерском он называется Ференс. Он зовется Ференс Йожев Первый. И в 1896 году он присутствовал на открытии Зеленого моста. В принципе, этот же мост и назвали в честь него. Но после Второй мировой войны, когда к власти пришли коммунисты, как мы помним, после коммунистической революции в России, очень многие, практически все названия, которые ассоциировались с царским режимом, с православием, были переименованы на свой лад. Не избежал этой участи и мост Франца Иосифа, который переименовали в мост Свободы. Продолжая преамбулу, в 2016 году, пока на мосту проводили ремонт, его закрыли для транспорта, но власти города разрешили жителям тусить на нем. Люди принесли гамаки, начали устраивать аляэш, танцы, йогу, концерты, всякое такое. Сказка закончилась в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса было запрещено устраивать массовые мероприятия. А в 2021 году закрыли другой цепной мост и, соответственно, возросла нагрузка на транспортную систему. И из-за этого на мосту по-прежнему не устраивались массовые мероприятия. Так вот, в память именно о них, на этом мосту Свободы, Михай Колодко изобразил миниатюрного Франца Иосифа, который качается в гамаке. И сделал он это приблизительно в мае 2021 года. Дальше расскажу про астронавта и водолаза. И, кстати, предлагаю игру на выпивание. Каждый раз, когда я буду упоминать персонажа по имени Ференс, опрокидывайте чейсер чего-нибудь. Эта вот маленькая скульптурка находится на Хольд Утса, то есть на лунной улице. Эта скульптура изображает Лунар Ровер, первая модель лунохода, потому что венграр по имени Ференс Павлич, который после антикоммунистической революции 1956 года мигрировал в Штаты, там начал работать в НАСА и изобрел легкие, но достаточно упругие колеса, которые в дальнейшем использовались вот в этих луноходах. За водолазом стоит не менее увлекательная история. Он установлен на колонне, которая изображает гидрант, недалеко от довольно-таки известного, помпезного, просто шикарного кафе под названием Нью-Йорк. Когда оно открывалось в конце 19 века, по легенде, журналист Ференс Мольнер, Ференс, ребят, Ференс, он выбросил ключи от этого кафе в Дунай с тем, чтобы оно никогда не закрывалось. И поэтому водолаз держит в руках именно ключ. Как ни странно, но и в ковчег. Он установлен недалеко от Университета ветеринарной медицины, и при правильном освещении можно увидеть, как окошки светятся всеми цветами радуги. Кстати, радуга надо упоминалась в контексте нового ковчега. Безусловно, многие работы колодка связаны с венгерской историей. Вот, например, памятник пианисту и композитору Реже Шореш, который известен тем, что в 30-е, а именно в 33-м году, написал довольно-таки мрачную композицию, которая так и называется, «Мрачное воскресенье», но в народе известна под названием «Песня самоубийц». Эта миниатюрная фигурка установлена справа от окон ресторана Киспапа, где он, собственно, работал, играл на пианино каждую ночь в 50-60-е годы, до тех пор, пока не выпрыгнул из окна. Вот такая вот история. У лягушонка Кермита нет особой какой-то истории. Возможно, это отсылка на то, что в Венгрии в 19-м веке, в конце 19-го века, точнее, были популярны лягушачьи лапки, но не знаю. Известно, что зимой на него часто надевают всякие вязаные теплые вещички, чтобы он не замерз. Также разные вязаные шарфики и шапочки надевают на червячка по имени Фёку Кац. Это персонаж из мультфильма 70-х годов. Установлен он на набережной. Чуть дальше по этой набережной установлен кубик Рубика. Конечно же, потому что Энрео Рубик был венгерским преподавателем математики. Куда же без него. Самая, наверное, известная вещь из Венгрии, хотя мало кто догадывается о том, что она из Венгрии. А еще чуть дальше по этой же самой набережной установлен вот этот миленький танк. Он отсылает к уже упомянутой мною антикоммунистической революции 1956 года, в ходе которой революционеры захватили советский танк. Даже написали «Русские домой», но эта революция была жестоко подавлена. И именно поэтому колодка на своей копии этого танка изобразил такое грустно опущенное дуло. Еще один персонаж венгерских мультфильмов, на которого зимой надевают теплые вещи, это козлик Мек Элик. Это кей разнорабочий рукожоп, который старается сделать этот мир лучше, старается сделать ремонт, но всякий раз получается все хуже и хуже. Этого персонажа я искал дольше всего, потому что я поднимался от набережной наверх к Королевскому дворцу, петлял, петлял и петлял, а в итоге оказалось, что нужно, в принципе, подойти к этому Королевскому дворцу, можно даже на фуникулёре, и чуть-чуть спуститься. Этот персонаж – это кролик с длинными ушами в клеточку. Он с помощью своей подзорной трубы выискивает, где в мире есть проблемы, и спешит на помощь, используя свои уши как лопасти вертолета. Вот такая милота. Еще одна антимилитаристическая скульптура установлена на противоположной стороне реки и изображает каменный средний палец с украинским гербом. На пальце установлен бронзовый крейсер с лицом известного диктатора и, в принципе, очень ненавязчиво отсылает к известной фразе про русский военный корабль. А закончить свой рассказ я хотел бы диалогом, который у меня произошел во дворе одного из домов, потому что именно во дворе, на частной территории, установлена скульптурка Ари Гудини. Выходила женщина, вот мы с ней разговаривали, незнакомка поспешила восполнить пробелы в моем образовании, радостно сообщив, а знаете, что Ари Гудини был венгром. На что мне пришлось сказать, что мало кто знает, но самые известные иллюзионисты 19, 20, 21 годов, а именно Ари Гудини, Дэвид Копперфильд и Ури Геллер были евреями. Она такая, да ладно. Действительно, это ее немножко смутило, но она решила продолжить свою историю тем, что в городе этот скульптор установил очень много скульптур, посвященного известным венграм. Вот, например, недалеко от этого места установлена скульптурка Теодора Герцеля, по-венгерски Тивидар Герцель. Он был доктором юриспруденции, журналистом, писателем, известным, например, тут она запнулась, и мне пришлось подсказать, что, ну, наверное, он известен тем, что основал всемирный сианинский ангресс, и что он написал роман под названием «Альтноуленд», «Старая новая земля», в честь которого назвали город Тель-Авив, а в честь, в принципе, самого Герцеля назвали город Герцелия в Израиле. Женщина была мягко говоря потрясена, но это ее не смутило, и она продолжила рассказ. Недалеко от этого места, к слову говоря, там все очень недалеко друг от друга находится, в общем, недалеко установлена скульптурка Хани Сенеш, которая была солдаткой венгерской армии и была убита нацистами во Вторую мировую войну. Мне опять-таки пришлось поправить, что Хана Сенеш в тот момент была солдаткой не венгерской армии, а была участницей еврейской организации самообороны Агана. Мне было немножко грустно эту женщину, на глазах у которой прямо рушилась картина ее мира, но она не унывала и вспомнила, что опять-таки недалеко от этого места установлен памятник лейтенанту Коломбо, ну точнее актеру Питеру Фальку в роли этого лейтенанта, на что она не применула, заметь, а вы знаете, молодой человек, очень приятный молодой человек, так вот, а вы знаете, молодой человек, что Питер Фальк, мама Питера Фалька была венгеркой и смотрит на меня в ожидающие со своими любопытными и большими глазами, на что я ответил, как всегда, вопросом, а вы знаете, что мама Питера Фалька была и еврейкой? К слову говоря, сама скульптура Питера Фалька или Коломбо, она не работает. Колодка, но колодка добавил изюминку, неподалеку от этой скульптуры он изобразил мертвую белку с револьвером, тщательно обведенную мелом. Напомнил я этой женщине и то, что Реже Шореш, который я уже упомянул ранее, он же Руди Шпицер чудом пережил Холокост, действительно на то, что был сослан концентрационный лагерь. И что в этом же еврейском квартале установлена машинка. Кстати, как мне кажется, самая большая скульптура из всех, которые я видел, это 14-каратный родстер, то есть заглавный герой книги венгерского писателя Йонио Рейти, который сменил фамилию с Рейх на Рейти, чтобы скрыть свое еврейское происхождение. Но это ему не помогло, и он в итоге был сослан на предлудительные работы в 42-м году, где умер Тифа. Безусловно, мне бы не хотелось заканчивать свой рассказ именно на этой ноте, поэтому последним его героем будет медвежонок Мистер Рабина. Его колодка поместил на стену, где раньше располагалась табличка о том, что здесь в этом здании находится британское посольство. Дело в том, что в 18-м году это посольство с этого здания уехало с Брекситом, и место стало пустовать. Все мы знаем, что мистер Бим, он британец. И, конечно, я не заканчиваю свой рассказ здесь и сейчас, потому что в Будапеште я был два года назад, и за эти два года колодка наваяла еще очень много скульптур, так что, возможно, когда-нибудь я вернусь в этот город, найду их все и продолжу свою историю. А на этом у меня все. Спасибо за внимание и всего вам доброго.